Про слова, про слова. Я прочитал, опять же, на этом же сайте. Во-первых, все, что я говорю, я забываю на следующий день. Поэтому там, что написано, может быть, совсем все другое. Нет, там, то, что там написано, это существенно, потому что, я насколько понял, там некоторые есть так называемые авторские добавления, в смысле реплик и диалогов того, чего нет у Шекспира. Мне хотелось бы понять, кто это сочинил, я не спрашиваю, зачем. Я такого не читал. Никаких добавлений. Нет отступления от текста оригинального? Нет, никаких добавлений. Есть отступление от физических действий. Так. От физических действий есть отступление. Но, понимаешь... Да. Обычно Петруччу играют таким... Мачо приходит такой... Мачо вообще, он сейчас ее... И он ее так поперек колено вообще. И все. Он такой обычный. Это очень смешно, как правило. Замечательно играл Петруччу Джон Клиз. Такой английский комик знаменитый. Из Монтипитона. Угу. Гениальная игра. Но он играл вот этого такого. Я долго думал, кто бы мог сыграть его так, чтобы мне было смотреть интересно. И чтобы это было единственно правильное. Понимаешь, что такое хороший спектакль, на мой взгляд? Ты когда-то сможешь говорить? Только так. Я бы тоже так сделал. Хотя, никто об этом не думал. Угу. Я подумал о том, что идеальным был бы для этой роли, как ни странно, не Мастрояне, предположим, или какой-то такой, а Альберто Сорди. Такой был великий комик. Угу. С таким женской талией, такой женским тазом. Такой лавеллаж такой смешной, трогательный. Великий актер. И я стал искать не такого мачо, а стал искать такого полного, такого тюлень такой. Тюлень. Угу. Иногда он бывает дельфином. И вот такой актер, я нашел его искать. Вот это он. Мне все сказали, ты с ума сошел? Он не может быть такой, Петрович. И я ему сказал, замечательный артист из Генри. Я ему показал Альберто Сорди и сказал, вот надо играть это. Он на меня посмотрел как на сумасшедшего. Но он пришел туда. Вот именно то, что мне хотелось. Это такой хитрый, пронырливый, очень обаятельный, большой любитель женщин, но не такой вот любитель женщин, а любитель женщин, которым женщины верят. Угу. Вот есть два типа мужчин. То есть он Катарину... Один типа мужчин, женщина чувствует себя в опасности. Это мачо. Ага. А есть мужчины, которые женщины говорят, ну никакой опасности от него не исходит, ему хочется побаюкать, там что-то такое. Это другой тип мужчин, типа там, я не знаю. Ну как он может укротить при этом Катарину? То есть манипуляции, то есть это не давление, не нагибание, а... Смотрите. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Доброго дня, друзья. Не доброго дня вам не, дорогие. 20 августа. 85 лет великому нашему режиссеру Андрею Сергеевичу Кончаловскому. Наверное, это прозвучит банально, но я тем не менее скажу. Я считаю, что одно из самых значимых его произведений, а может быть даже самое значительное, это... Это Георгий Андреевич Михалков, которого все знают как Егор Кончаловский. Правда, это совместный проект с Натальей Аринбасаровой. Вот. И знаете, с собой, с Ариной Басаровой, с Кончаловским Владшим мне всегда легко и приятно беседовать. А вот редкие беседы с юбиляром, с Андреем Сергеевичем Кончаловским всегда были почетной, но работой. Я все время думал, как бы не обидеть собеседника каким-нибудь неувестным вопросом. Но всегда интересно. Все люди, все представители этой династии – это выдающиеся в том числе и собеседники со своих позиций. Я не рассматриваю сейчас их способности профессиональные, как кинематографистов. Это вне моей компетенции. Вот как собеседники не только Кончаловский старший подарок, но и его жена бывшая. Я про Аринбасару сейчас говорю. И его сын первый. Они, безусловно, доставляют удовольствие и в процессе с ними беседовать. И потом это всегда… Ну, опять же, не могу про это уволчать. Это всегда рейтинг. Ну, собственно, хотелось бы, когда ты с кем-то разговариваешь в эфире, чтобы не только ты посмотрел, но и зрители тоже. Вы родились в один год со Степаном Михалковым. Вашим двоюродным, да, братом? Да. Я так понимаю. Вы общаетесь? Да, мы очень общаемся. Мы вообще выросли вместе со Степаном. И забавно было то, что когда нам было лет 14, мы могли вот так передавать трубку от одного другого. И его мама или моя мама, это, соответственно, Настя Веркинская или моя мама, не понимали, что сейчас говорит Егор, а сейчас говорит Степан. Они не понимали. У нас были абсолютно одинаковые голоса. Вот. Хотя он беленький, а я черненький. Я не знаю. Может быть, Сергей Михалков утром рано два барана, один черный, другой белый. Один белый. Это может быть про нас. Вот. Но мы очень дружны были и из всех моих братьев, из всех моих братьев, которых у меня, я не знаю сколько, если честно, до конца. Не отвечу вам, сколько у меня братьев и сестер, я не знаю точно. Вот. Но со Степаном мы вместе выросли. Потому что мы ровесники. Мы вместе хулиганили, мы вместе попадали в милицию, мы вместе... Мы вместе много... Расскажите, вот как вы попали в милицию вместе с Степаном Толковым. В милицию мы кинули пакет с молоком с седьмого этажа из Степиной квартиры и попали по голове гаишник. Сколько лет нам было? Нам было, хотел сказать, 37 лет. Мы там были, соответственно, лет 14. Это вчера. Лет 14 нам было. Вот. И Степан, конечно, со Степаном очень много... У меня очень много связано. И до сих пор связано. Я очень его люблю. И я бли... Он мне ближе всех. Единственное, может быть, из моих сестер и братьев мне ближе Катя, моя сводная сестра от мамы, потому что... Ну, это сестра, это мамина сестра. Вот. Но вот двоюродный брат Степан мы всегда двоюродные откидывали. Мы всегда были братьями. Спасибо, да. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале Москва 24. Она росла. Я видел, что... Кстати, мы про Казахстан говорили. Есть почтовые марки с вашими... Ну, с вашей героиней. С изображением вашей. Да? Я не видел. Вы не знаете? Нет. Не видел я. Я обязательно вам покажу. Просто мне кажется, что даже у крупнейших голливудских актеров не всегда складывается так, чтобы их персонажи... Это песня «Маншук», наверное? «Первый учитель». А, «Первый учитель». Мне кажется, да. Это же, собственно, первая лента, да? «Первый учитель». Да, 50... сколько? В 64-м году мы снимали. Получается, 55 лет выходу фильма. Да. Вы когда снимали, ну, работали над этой лентой, было ощущение, что это будет вот нечто такое судьбообразующее? Или голова была чем-то у девчонки занята совсем другим? Нет. Мне было страшно интересного. Очень трудно. Очень я волновалась, потому что ничего не умела. Вот. Меня режиссер все время ругал. Все время ругал. Когда вы говорите «режиссер», вы имеете в виду Андрея Сергеевича Кончеловского, вашего будущего супруга. Да. Он меня никогда не хвалил. А актеров надо хвалить. Тем более начинающих. Я бы тогда в лепешку бы расшивалась. Но я, правда, и так очень старалась. Вот. Но он меня все время ругал. И даже был такой момент, когда я разрыдалась вечером. Вот. И сказала «все, я уезжаю». Я же не понимала, что у меня договор, и я не имею права. «Я уезжаю, берите другую девочку, я вам все испорчу, ваш диплом». Это была его дипломная картина. Вот. И он страшно испугался, потому что он уже знал мой характер такой упертый. Он, значит, сказал «нет-нет, что ты, ты все правильно делаешь, ты очень способна. Это я просто тебя специально ругаю, чтобы ты еще лучше играла». Ну и продолжал меня ругать. А он только вас ругал или вообще у него такое отношение к актерам? Ну, он вообще был строг. Нет, ну там же вот, если вы помните фильм, там много детей снималось. Их он хвалил. Да. И даже когда, значит, они что-то хорошо делали, он давал поносить свои часы им. Да. И один мальчик подошел к нему и сказал «Андрей Сергеевич, дай мне поносить часы насовсем». А меня он вот никак не поощрял, хотя я, в общем-то, недалеко от них по возрасту ушла. В какой момент вы поняли, что он вас рассматривает не только как перспективную актрису, но как и спутницу жизни своей, как жену? В какой момент? Да. Ну, это я помню, что он уехал в Москву сдавать материалы или показывать руководству Мосфильма, не знаю. В общем, он уехал на три дня. И я слонялась по этому высокогорному аулу, орала, ходила, переживала, думаю, а вдруг он не приедет, что будет, вдруг он не приедет. И он вернулся, значит, вечером мы с ним встретились на нашем дереве, где мы всегда сидели и, значит, разговаривали. И он мне вдруг говорит, ты знаешь, я ехал в троллейбусе, и вдруг мне пришла в голову мысль, что мы можем с тобой пожениться, пожениться. И я, говорит, на секунду ослеп. Я на него смотрю. И вот тогда, значит, он сказал мне, что мы с ним поженимся. Ну, это где-то было в конце лета. Угу. Угу.